Как это всегда, друзья, приятно и волнительно осознавать, буквально за 2-3 минуты до эфира, там, выпивая какой-нибудь чай на ходу, что где-то на другом конце земли, или может в Петербурге, вы делаете то же самое. Вот, Виктор, в Израиле, да, уже? Самый первый Иван Чехлоевский. Да, Иван. Привет, Иван, привет, Виктор. Да, Александр Волновой, вижу. Приятно, что вы в этот момент тоже что-то такое доделываете, думаете, вот сейчас мы встретимся, и сейчас я вам чего-то спою, и сейчас вы мне чего-то напишите, и мы подумаем друг о друге. Это замечательно. Наталья Крайнова, Александр Волновой, Владимир Данченко присоединились, Ольга Коваленко, Николай Мелешкин, Марат Суяргулов, Ярослав Бровин, Татьяна Йенина, много народу уже. Иван Щучина, Светлана Цехновская, Засранец любопытный, Елена Кокшарова, Антон Эйдемиллер, Антона, кто родственник? Очевидно, Айдемельник. Сергей Крангулас, Максим Кузьминский, Николай Мелешкин пишет, Михаил, приветствую, доброго здоровья тебе и Елене. Спасибо, Николай. Спасибо, Николай. Юрий Пупков, Сергей Выбин, Дмитрий Алсуфьев, Александр Камельков. Идут лайки, идут ваши, да. Друзья, это очень приятно. Визя пишет, и наш флажок нарисовал свой израильский флаг. Хорошо. Хорошо, он с нами. Присылайте его, да мы его. Алекс Лисовский, и Путин всех боится. Да, да, да. Именно сегодня пришел черед этой песни. Для тех, кто не знает, я говорю, что в каждой эфире я исполняю одну единственную песню, и иногда бонус в конце программы для тех, кто останется до конца. Напишите, кстати, слово бонус в комментарии, если вы хотите услышать бонус. Сегодня наступила очередь песни «Путин всех боится». Так получалось, что к этой песне как-то все никак было не спеть. Она как-то случилась, а не спеть ее, потому что типа вот через неделю концерт. А там придут какие-то непонятные дядьки и скажут, там типа концерт отменяется. Но наконец-то все к черте матери отменилось вообще. Вообще. То есть никаких концертов, никаких репетиций. Репетиционная точка закрыта. Концертная база закрыта. Вирус, коронавирус. И я решил спеть песню о нашем отечественном коронавирусе. Я должен сразу сказать, друзья, что это произведение художественное. И если, так сказать, вот что такое коронавирус, давайте разберемся сначала. Что такое коронавирус? Это некий вирус, который пытается в очередной раз регулировать плотность населения на планете. Понимаете? Вот. Ну вы берегите всего. И вот он, там где поплотнее, там он старается, значит, покусать, поесть. И вот, например, вот в Китае, да, вот там плотненько у них там, каждый четвертый на планете китайец. Вот тогда этот коронавирус, то ли Всевышний его, то ли кто его туда запустил. В общем, короче, он там начинает разбираться и прорежать немножко грядку. А на территории Российской Федерации у нас есть свой вирус под названием Путин. Вот. Не путайте там. Это, собственно, такое именно рицательное или... Или... Ну, в общем, как это правильно понять? Просто название вируса. Это не имеет ни отношения к какому там конкретному человеку. Просто у нас есть вирус под названием Путин. И этот вирус умудрился за последние 20 лет просто уменьшить население без всякого такого. Вот это уничтожил сельское хозяйство, легкую, тяжелую промышленность, вот, медицину, науку, все такое прочее. Потому что другому вирусу у нас делать уже нечего. Я написал песню. Путин всех боится. Почему я эту песню написал, не знаю. Но песня вообще очень всем понравилась. Я когда выхожу в Москве на улицу, смотрю, идет Дима Быков. Вот, ну, знаете, как писатель. Он написал больше, чем я прочитал в жизни. Вот, такой, и говорит, давай споем. И мы с ним спели песню Путин всех боится. Вообще, мне в жизни очень везло. Как-то выхожу на улицу, на Сенатскую площадь, там Борис Немцов. И мы с ним пели песню Путин, Лыжи, Магадан и... И опять этот Путин, я не знаю, что за Путин, если говорят, что на территории... Давай, мальдай. Зверь пришел нас поддержать. Вот, на территории этой самой, одной из восточноевропейских стран есть какой-то чиновник по фамилии Путин. Ну, если такое совпадение есть, то я тут ни при чем, понимаете, я не имел ничего в виду такого. Вот, мы не обязаны знать фамилии всех чиновников, понимаете. Ну, мы музыканты, мы вне политики, понимаете. Вот, я даже знаю, как-то видел, что... А чиновники вовсе не обязаны знать имена музыкантов. Я помню, какой-то чинуша такой, плюгавенький такой, как-то видел, то ли по телевизору, то ли в интернете, не помню. Не узнал Юру Шевчука, представляете? Такой, ну, я не помню его фамилию. Ну, как бы вам его обрисовать. Вот, представляете, вот фильм... Сейчас, место встречи изменить нельзя. Вспомнили, да, такой? Там, вот... И там, помните, как этот самый попал, вот, Конкин, попал, это, Шарапов, попал в плен... В банду, в банду, в банду, в котейство. Мяу! Ты напугал своим криком. Котейство, не бойся. Я сейчас им расскажу всю эту историю. Вот, вот он попал к ним в банду, и там в банде были, помните, был этот, горбатый, ну, был такой, типа. Типа меня, такой, Джихарханян. Был там еще... Ну, женщина там была. Женщина, шикарная женщина была. Анюта. Анюта, да. Бандитка самая. И женщины все бандитки, на самом деле. Это Маргарита. Это Маргарита, она тоже бандитка. Вот. И там был такой персонаж, промокашка. Промокашка, вот этот чиновник, который не узнал Шевчука, мне чем-то напоминает промокашку. Вот такой, ну... Я вот этого артиста бы никак не поставил там на сыщика, еще, ну, промокашка такой. Вот, и, понимаете, он не узнал Юру Шевчука, говорит, ты кто, говорит, я, говорит, музыкант Юра. А ты кто, говорит, а я, говорит, вот этот... Промокашка. Промокашка. Вот. Что-то много уже заговорил. Да, да. Пора петь, да? У вас лайки идут. Так, отейство. Копейка. Владимир Данченко пишет, привет с Украины. Алекс Лисовский, сюрприз, вот это класс. Александра Смирнова, я пришла, можно начинать. Все, Сашка, начинай. О, моя любимая песня, она пишет. Путин, это не вирус, это раковая опухоль на всей стране и мира. В Эквадоре вообще президент Ленин пишет. А вот Михаил Войтенков говорит, флага Ингре не хватает. Мы об этом думали, Миша. Но мы повесили только те флажки, которые нам подарили. Да, да. Надо было вручить, и у меня был бы... Вот так уж сложилось, что его у нас нет. Да, ну не довелось. Хотя мы очень Ингре любим, и мы сами Ингерманнадзе. И мы споем в этом эфире песню про Ингерманнадзе, который тоже написал свое время, нашу любимую, которую мы поем обычно на кораблике, который гуляет. Очень классная вещь. Поешь, что хочешь. Хоть Путин всех боится, хоть Путин хэллоу, всякие там ходят по этим, в форме погонники, а что-нибудь сделают, на кораблике гуляешь себе. Итак, песня «Путин всех боится». Значит, еще раз, образ собирательный, образ такой, про вирус, про наш национальный вирус. И все совпадения, естественно, случайны, абсолютно случайны. Вот, поскольку творчество, оно не поддается, знаете ли, как там говорил тот самый какой-то, ну, который отравил Моцарт там. Сальери. Сальери, да. Нельзя его поверить, это... Чего он там проверял, он алгебры, по-моему, рифму проверял, музу. Мучка, по-моему, он там проверял. Ладно, песня пошла. По Москве безлюдной, черный Мерин мчится, в нем царек паскудный, едет до глумица. Все поперекрыли, вымерла столица. Мало чего случится. Путин всех боится, ца-ца, боится, ца-ца. По ковру шагает, сжались ягодицы, страшно облажаться, страшно обмочиться. Руки пожимают, где вражеские лица, то ли балка рухнет, то ли кирпич свалится. Деньги и дочурок сплавил за границей. Мало кто тут из чурок, вздумает, жарится. Титульная нация, на Руси полиция. Где там демонстрация? Путин всех боится, ца-ца, боится, ца-ца. Москвичи и гости в загнанной столице, И за занавесок в окнах, как в больнице, Смотрят и решают. Чем по люте решиться, а? Может, телевизором, а? И лютюб сгодится, ца-ца. Хе-хе, боится, ца-ца. Ни собак, ни кошек, ни чирик, ни птица. Всех арестовали, Путин всех боится. Скоро срок тюремный, вот он и глумится. Что с таким водится? Хочет обнулиться, ца-ца. Боится, ца-ца. Боится, ца-ца. Боится. Пук! Ой! Ца-ца. Пу-у-у. Слышу ваши бурные аплодисменты, естественно, друзья. Рад, что вы с нами. Вот, Елена, давай отвечаем на вопросы, поставленные нашими дорогими, любимыми со-жителями планеты Земля. Пишут, бонус, бонус, бонус. Молодцы. Анна Шушпанова присоединилась. Елена Кокшарова пишет луч света в темном царстве в нынешнее время. Это про себя? Про тебя, наверное. Дарья Скоклиниева присоединилась. Андрей Зиновьев. Игорь Фомин. Анна Шестого. Артем Васильев. Игорь Фомин пишет. Мишаня Череповец в лице Игоряна на связи. Я понял. Юрий Пупков. Вирус с большим стажем Путин. Елена Кокшарова. Кыс знает, куда идти. Я прямо сейчас вот так вот сижу, и мое сознание прыгает туда-сюда. То в Череповец, то в Самару. Здорово на самом деле. Правда, что-то с Америкой сегодня? Германия. Геннадий Михайлов присоединился. Это Америка. Максим Кузьмитский. Алекс Лешковский. Германия. Нет? Нет. Михайлов. Это Гена Михайлов. Из этого, какого штата забыла. Мы там не были, короче. Но он поет пихо «Стальнобойщика». А, все, все. Восновилась. Восновилась. Привет, короче. Так. Алекс Лесовский. Браво пишет. Лесовскому всегда все нравится. Пытаюсь в Фейсбук увидеть. Владимир Ветров. Михаил Новицкий. Велико вам дякую из Украины. Тэш. Тэш. Александр Смирнова хлопает. Алекс Лесовский. Браво. Виктор Шаву наш пишет «Ца-Ца». Лесовский тоже пишет «Ца-Ца-Ца». А они нам подпевали. Подпевали хорошо. Вот. В контакте тоже у нас тут идет движуха. Вот. Игорь Фомин пишет. «Этот вирус не страшнее гриппа». Он, наверное, имеет в виду этот коронавирус, да? Ну, да. Ну, какой-то такой, какой-то он такой. Да. Вот. В Белаге. Так. Это какой-то спам тут пошел. Алена Крымова отца-Ца пишет. Конечно. Святислава Маклакова «Жиги». Ну, Юрий Пупков. Промакашка, к сожалению, умер. А Путин живет наоборот. Ну, ребята, всему свое время. Всему свое время. Вы знаете, на самом деле, я не знаю... Святислава Маклакова пишет репост. Это... Маклакова, извиняюсь. Пишет репост. Это она очень правильно пишет. Правильно пишет, да. Потому что Рип так вот спел и спел. Друзья услышали? А наши услышали? Друзья, друзей. И так далее, и так далее. Я думаю, что пока вот у нас идет этот коронавирус, я, наверное, попоюсь таких вот песен подобных. Потому что когда потом спеть? А у меня, честно говоря, таких песен набралось, наверное, штук 15 всяко разных. Вот все про этот вирус. Путин, Лыжи, Магадан. Путин, уходи. Что там еще было? Очень много. Страна наваровская. Смирнова нам куча сердец. Конечно, Смирнова. Смирнова меня любит. Она как скрывает это все. Сергей Крымов присоединился, пишет в Царцанов. Друзья, ну на самом деле концерты вот совсем-совсем не прекращаются. Потому что борьба продолжается, борьба со злом, а зло оно всегда есть. Здесь даже это не вирус. Елена. Елена ВС. Роман Жуков. Самый верный мой перепозчик. Это Елена. Александр Нейман, Алана Кот, Виктор Селиванов, Елена Листова. 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 Я всегда Листова еду. Это клуб к Востоку. Да, Максим Кузьмин. Кузьминский. Вот, про Гену Михайлова я сказала. Вот, значит, борьба всякая разная продолжается. И концерты продолжаются. Не обязательно должны быть такие пафосные, большие, там, для Кагаза или какой-нибудь, я не знаю, стадион. Ну, это случается, но это случается редко. И концертные залы хорошие, это дорого стоит. Ну, квартирники, мало того. Самый сейчас большой квартирник у нас ожидается 21 марта. Запоминайте, друзья, кто будет под Приозерском, в бухте Моторная, там, значит, негодяи. В нарушении 6-й статьи Водного кодекса, значит, решили застроить берег Ладоги. Вот, берег Ладоги. Ну, и, естественно, музыканты, скажем так, во главе, или организованные посты, как называется, Мурка? Мурка-пост. Мурка-пост, это Мурзич, господи, все, вылетел из головы. Настя. Настя Мурзич, у нее такая штуковина есть, она что-то пытается нам, музыкантам оппозиционным, как-то помогать всячески. В общем, в Моторном встречаемся... Бухта Моторная, при Озерском. Встречаемся и поем песни, и защищаем берег Ладоги. Такой фестивальчик. Ну, надо же сказать, что у нас все под контролем. И еще у меня большая просьба, поскольку я вижу, что очень много оппозиционных блогеров. Ребята, когда вы пишете о каком-то ЧП, что какие-то бандиты в масках, типа, то ли полицейские, то ли не полицейские, вот, кого-то избили, вот сейчас Пономарева избили, да, я не знаю, сколько понимаю. И, пожалуйста, указывайте, кроме, скажем так, тех, кто подвергся нападению, тем, кто подвергся осуждению, называйте фамилии так называемых судей, так называемых полицейских. И если даже вы не знаете конкретно, вот, в каком-то отделении что-то случилось, люди были в масках, ну, эти не люди были в масках, вы не смогли их побить, ну, так, ну, получилось, у вас не было оружия, вот, но это были явно бандиты, потому что они были в масках, когда, на степени, подряд человек в маске, это был бандит, явно. Вот, пожалуйста, указывайте хотя бы, в каком отделении это было. Кто в этом отделении был дежурным в этот день? Это можно написать хотя бы? Или кто начальник этого отделения был в данный момент? Вот. Все защищется, не будет всего так, вот, когда-нибудь что-нибудь поменяется, и мы должны потом будем выбирать себе слуг народа, да, правоохранительные органы. Не будем же из мусоров это выбирать все. Надо будет из хороших людей. А этих в тюрьму, конечно. Этих в тюрьму. Точно в тюрьму. Присоединился Макс Корсков к нам. Привет нам пишет. А, бонус! Пишите, бонус там. Макс. Желаете? Ну-ка напишите. А, Юрий Пупков пишет. Пупков, да, по-моему, правильно? Юрий Пупков. В какой области? Приозере. Не Приозере, Юра, а Приозерск. Приозерск. Город Приозерск. Юр, ты все равно не поспеешь? Ты от Самары не доешь так быстро. Лучше я приеду в Самару и спою песню тебе там. Либо во время Грушинского, или где-то около Грушинского. Если, конечно, на Грушинском фестивале не будет всякой дурацкой символики. Она бывает иногда. Но я понимаю, что там приходится крутиться, со всякой швалью ручкаться. И поскольку они бывают спонсорами. А иначе никак. Ну, что поделаешь. Иначе мы где-то будем боковаться. Я спою чего-нибудь хорошего. Места в лесу всем достаточно. Вот. Чего-чего-чего-чего-чего-чего. Бонус пишите. Бонус. Ждете? Да. Итак, бонус для тех, кто досидел от этого места. Достигнув наглости предела, я понимаю, что война – это, пожалуй, божье дело. Нет-нет, не черта в том вина. Черт, это эдакий трудяга, понаразвесивший реклам, сулящих сапиесом благо. Для деток, папочек, для мам. Купи. Бери кредит, продайся, с тебя дерут и ты дери. Хватай японца или китайца, плати за два, бери все три. Вчера купил. Неактуально. Шволяй немедленно кутиль и будь как все. Живи нормально. Сверяй с рекламой свой стиль. Не думаешь, сосен? Ем малину. Заметно стал мой хуже шаг. Протопал больше половины. Красив и молод, как и шаг. Не вижу смысла торопиться. Охота думать о своем. Течет средь мусора водица. Ручей впадает в водоем. На берегу бабуля с вручкой. Смотрю сквозь них на берег тот. Там грязный лес. Над лесом тучка. На тучку гадит самолет. Нет, не насытится никак он. Не наразмножится вовек. Сколько б ни пукал и ни какал. Тот, кто зовется человеком. Спасибо, друзья. Это был бонус от меня, от Михаила Новицкого. Поэтический бонус. Поэтический бонус. А к нам присоединилась Светлана Степлецова, Елена Кожевникова, Владимир Бабий, Ярослав Бабий, Ярослав Седров, Елена Аршавская, Алена Шварц, Наталья Кольфинова. Прямо всех, 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 всех вижу. Светлана Маклакова пишет, Миша, вы все правильно говорите. Об этом всегда говорят оппозиционникам. Михаил, приезжайте в Москву, нам тут спойте. Я, кстати, я планирую приехать в Москву 30-31 марта. Скорее всего, 31-го будет концерт. Где, я не знаю. Следите за новостями в Фейсбуке, мы все напишем обязательно. Корене Старостина является продюсером данного концерта. Есть в Москве такая ежедневная героиня, которая уже более пяти лет, получается, с друзьями, старожит. Немцовский мост, там вот делают мемориал с цветами. И вот она по ночам, ну и днем, и ночью, они сторожат с друзьями. Совершают такой ежедневный подвиг. Как бы за нас, за всех говорят, что вот все-таки у нас тут есть люди, которым не безразлично. За это ей низкий поклон. И вот в данном случае она является еще продюсером этого концерта. Может быть она устроит в Сахарнице этот концерт, а может еще где-нибудь. Следите за рекламой. Я думаю, что это будет 31-го в Москве. Это бывает тогда в библиотеке. Вот, братьев Гримм, по-моему. Библиотека братьев Гримм, обычно, да. Ну, там, как правило, концерты бывают, ну, не очень такие. И я там не позволяю пить все, что угодно, чтобы не подвести, естественно, тех, кто меня приютил. Вот. Правда, в Сахарнице я позволяю себе все, что мне в голову сдумывается. Витя Шавут пишет, Света передает всем привет. Мы вместе с моего смартфона смотрим. Светочка, привет. Да, привет вам, евреи из Ингерманландии. Вот. Итак, в эфире был Михаил Новинский, Елена Пинчук. Ждите наших за режиссерским пультом, или как он называется, звукорежиссерским пультом Елена Пинчук. Светислава Маклакова пишет прекрасные стихи. Ефремова переплюнули. Ну, которого. А, ну да, Мишка, Михаила. Он, кстати, почти мой ровесник. Там разница в два-три дня. Но у него нет усов. Вот в чем дело. Я думаю, что вы тут не особо переплювываете. Нет, нет, мы не с вами. Все делают свои дела. Да, мы делаем свое дело. Вот, и эти стихи, как правило, пишет этот самый Дима Быков, с которым мы пели на улицах Москвы. Да, кстати, вот эту песню именно. Да, вот. Путин всех боится. Можно найти в интернете. В интернете можно найти. Да, Дима такой же подпевал. Кулацкий подпевал еще тот. Вот. Я тоже немножко Быков. Все говорят, что я похож на Ролана Быкова, когда тот играл Бармалеев. Вот. Ну, ладно. Ну, все. Больше не знаю, чего сказать. Слательно болтать, наверное. Давайте до следующих встреч. Перепощивайте эти песни, пету песни друзьям. И давайте будем встречаться. Всех обнимаю. Всем большое спасибо, кто был с нами. Берегите себя, берегите планету. И берегите себя так, чтобы она не изобретала, не изобретала, просто против нас, коронавирусов. Это все ответка, ребята, за наше плохое поведение. Будем беречь ее. Берегите него и планету. Все. Я все сказал. Обнимашки, целовашки. Прямо отсюда. И полетело. Пока. И ВКонтакт тоже. Ищем.